В общем приехали мы с Атиком. Организуем здесь кемпинг. Небольшое озерцо в пригороде из кораллы. То есть даже далеко не отъезжали. Прекрасное место. Не так быстро, не так быстро. Уже вечереет, надо собирать палатку. При выборе кемпинговой палатки надо учитывать не только скорость сборки, но и сложность. Вот эта палатка она может собирается не быстро, хотя ничего здесь особого нет такого. Но просто занимает время сборка, потому что она сама тяжелая и большая. Но конструктивно собирается совсем не сложно. То есть ничего здесь вообще нет такого, что вызывает какие-то затруднения. И это очень важно. Единственное место может не самое удачное, потому что здесь песок с сажей. И вот сажа пачкается. Видимо тут много кострич было. И сажа везде рассыпана в перемешку с песком. Вот конечно немножко не очень хорошо. Но с другой стороны ну ничего завтра протрем. Надеюсь сильно не испачкать палатку. Субтитры сделал DimaTorzok Вечерний ужин готовится. Остатки шашлыка. Остатки шашлыка и кусочки шампиньонов. Сейчас пожарю так. А остальное шашлык жарится мутан. Вот и настало утро. Ну что, надо кофейку. Киномиксу поможет тебе чуть позже выявить мерч подарок от Европы Плюс в игре Киномания. Уже в русле Киномикса в игре Киномания. Так что слушай внимательно и не пропусти суперхитовую тему. Конечно же у нас музыки тоже много. Вот друзья, сделаю короткий обзор палатки. Мы в ней уже переночевали. Очень комфортно, очень доволен, что я ее взял. Палатка Outwell, Lanai Reef. Кемпинговая, трехместная. Что про нее сказать. Конструкция полубочка классическая. Дуги стальные основные. Вот эти две дуги стальные разборные. Очень интересно они собираются. Конструкция такая. Третья дуга идет дополнительная стеклопластиковая. Она вот так крепится ко второй дуге. Главная особенность этой палатки то, что имеет смесевую ткань. То есть в этом есть плюс и минус. Эта ткань она наполовину синтетическая, наполовину хлопковая. Главный плюс этой ткани в том, что в этой палатке очень хорошо дышится. То есть у нее хорошая воздухопроницаемость и в палатке действительно хорошая атмосфера. Но есть и минус при этом. Главный минус в том, что палатка становится громоздкой и тяжелой, когда собрана. То есть ее вот полный вес 28,5 килограмм по паспорту. То есть почти 30 килограмм. То есть это относительно небольшая кемпинговая палатка и такой вес. Ну и они как правило дороже палатки смесевой ткани, чем чисто синтетические. Вот. И еще если сравнивать водозащиту, то чисто синтетическая палатка конечно более водоустойчивая там под длительными дождями, чем смесевая. Что еще? Значит, окна никак не открываются. Тут сверху есть вентиляционные окошки. Вентиляция достаточная, хорошая. Мы внутри были прекрасно. Вот. Сзади тоже есть такое вентиляционное окошечко, которое можно вот так вот делать на оттяжке ставить щель. Можно вот вообще расстегнуть там, свернуть ее. Вообще оставить открытую для лучшей вентиляции. Очень много оттяжек со всех сторон. Мы их не ставили, потому что я оставался на одну ночь. Точно погода была хорошая. Я просто не заморачивался. Но понятно, что если оттянуть все поставить на оттяжке, палатка будет держать очень прекрасно сильную ветровую нагрузку. За умеренные шторма можно не беспокоиться. Внутри, значит, окна. Все окна имеют шторки. Можно опустить. Они на липучках закрываются. И можно внутри заизолироваться. То есть от внешней среды опустить. Будут темные шторочки. Пол пристегивается на молнии по периметру. Мне понравилось. То есть с закрытым полом тоже есть плюс и минус. Ну, вот я был с Хаски, со своим Сеатом. Здесь опускал его вечером. Немножко пристегнул эту москитку. И все. И отпустил здесь его. Я знаю, что он не вылезет, не убежит. Он здесь ходит. Здесь он и спал. А я спал в спальном отделении. Ну, еще, конечно, когда пол закрытый, никакие ни мошки, ни комары, ни мухи, никто с вами не залетает. Здесь можно спокойно себе обустраивать кухонную зону и не беспокоиться, что там кто-то будет залетать, ползать. Внутри все закрыто. Спальное место трехместное. Ну, вращение, видимо, зацепить вот так. Поперек. Потому что длину она коротковата. Москитные сетки. Дверь из москитной сетки дублируется шторкой. Также можно полностью застегнуться, заизолироваться. Внутри есть карманчики. Ну, вентиляция достаточная. К тому же, тоже ткань такая, типа, хлопковая. То есть, тоже дышащая, вполне себе ткань. Внутренней палатки. Спальной зоны. Достаточно просторно. Мы, если ничего, да вот, прямо, я думал, будет она меньше внутри. Мне поначалу показалось. Нет, прекрасно. Вот большой стол, я взял, где стоит кресло. Второй кресло, спокойно, стоит. То есть, вот для двух человек, вот прям, больше и не надо. Потому что больше, там есть уже другие проблемы будут появляться с большой палаткой. Там тоже переборщить с размером не надо. Не стоит переборщивать. Потому что ее тоже надо собрать, разбирать. Большую палатку сложнее. К тому же, сложнее выдерживать ветровую нагрузку большой палатки. Поэтому переборщивать с размером палатки тоже не стоит. По сборке. Вполне легко я собираю один. Собирается и разбирается она несложно. Но время сборки, конечно, она занимает достаточно. Просто потому, что она большая, массивная. То есть, ну, ничего сложного собрать ее нет. Вот. Ну, пожалуй, все. Что? Дверь. Да, вот здесь тоже закрывается, как стенка с окном. Можно ее поставить, как козырек. Вот здесь есть стойки в комплекте. То есть, можно козырьком сделать. Можно свернуть, как сейчас у меня свернули. Ну, пожалуй, все. Хорошо.